Иммуно-онкология И все это ведет к улучшению результатов лечения наших пациентов. Посмотрите, сколько много исследований проходит в настоящее время. Более 2,5 тысяч активных исследований, которые посвящены именно иммуно-онкологии. И причем большинство из них это вторая и первая фазы исследований. То есть говорит о том, что мы будем иметь через какое-то время интересные результаты. На чем хочется остановиться? Первое. Существуют новые показания уже зарегистрированных препаратов. Конечно, это новые перспективы. Новые комбинации. Неодевантная и одевантная иммунотерапия. Конъюнгированные антитела. Большие перспективы открываются с клеточными технологиями. Но много остается и спорных вопросов. Это и предикторы ответа. Сегодня об этом уже упоминали. Это и длительность лечения. С чего начинать? Каков выбор? В первой линии резистентность к иммунотерапии. Каковы портреты пациентов? Вопросов много. И вот говоря о примере, например, лечения гепатоцеллюлярного рака. Сегодня Илья Валерьевич уже касался этого вопроса. Посмотрите, эволюция произошла с 2007 года поразительно. От сарфениба мы пришли к эффективным режимам иммунотерапии, сочетанной иммунотерапии. И в настоящее время посмотрите, сколько исследований проходит при вот такой локализации, как гепатоцеллюлярный рак. Причем иммунотерапия сочетается как комбинированный друг с другом, так и с другими препаратами. И надеемся, что, конечно, уже изменилась парадигма лечения пациентов. Но в настоящее время мы в состоянии того, что мы будем ожидать еще и новые результаты. Комбинированная терапия. Что можно сказать? Нельзя, наверное, остановиться на том, что сейчас на АСКО были опубликованы результаты общей выживаемости комбинированной иммунотерапии у некогда инкурабельного заболевания метастатической меланомой. Наблюдение за пациентами составило 6,5 лет. И вот посмотрите, медиана общей выживаемости у пациентов, которые получали сочетанную терапию неволумабс и пелюмабс, составило 72 месяца. Риск смерти снижается на 48%. И посмотрите, кривые, любой кривой, что сочетанная иммунотерапия, что монотерапия, он идет абсолютно параллельно, не перекрещиваясь, свидетельствует о том, что, возможно, часть пациентов избавились от этого тяжелого заболевания и остаются в удовлетворительном состоянии. Какие комбинации сейчас изучаются и являются перспективными? Рациональное использование ленватиниба, мультитаргетного препарата, вместе с пембролизумабом у метастатической меланомы, показало достаточно большую, высокую эффективность. Посмотрите, это предлеченные уже пациенты, которые получали уже антипедиадин-терапию. Объективный ответ наблюдался более чем у пятой части пациентов. И есть на сегодняшний день результаты беспрогрессивной выживаемости и общей выживаемости. И у этих пациентов данные показатели являются достаточно высокими. Скорее всего, что этот режим будет у нас и в реальной клинической практике. Интересно, что это сочетание пембролизумаба с ленватинибом исследуется и при других локализациях, например, в терапии метастатического рака желудка во второй и более линиях. И посмотрите, тоже здесь речь идет ведь о леченных уже пациентах, но тем не менее, небольшое исследование, всего 30 пациентов, но тем не менее, у одного из пациентов, у трех пациентов наблюдался, извините, у трех процентов пациентов наблюдался комплит-респонс и частичный ответ. То есть этот режим работает. И повторю, эти пациенты уже предлечены, они получали ранее терапию. В настоящее время комбинация чекпоинт-ингибиторов и моноклональных антител в сочетании с химиотерапией продолжается. И вот на этом слайде я вам хочу продемонстрировать использование препарата, который представляет первым гуманизированным G1 моноклональным антителом против рецепторов роста фибробластов в сочетании с химиотерапией фолфокс у пациентов с метастатическим раком желудка в качестве первой линии. И вот это исследование, посмотрите, показало, что, первое, этот режим работает, он более эффективен, чем проведение только химиотерапии по схеме фолфокс. А если у пациента высокая экспрессия данного рецептора, то выживаемость, общая выживаемость у этих пациентов выше по сравнению с теми пациентами, у которых данная экспрессия невысока. И, конечно, мы в своей практике видим, что проблема резистентности как в химиотерапии, как в таргетной терапии, так и в иммунотерапии, она существует. Причём она может быть как первичной, так и приобретённой. Первичная резистентность, она может быть обусловлена самими свойствами опухоли и низкой её иммуногенностью, а приобретённая, она уже приобретается в процессе лечения, в процессе эволюции опухоли и может быть связана с различными факторами. Как преодолеть резистентность? Это всегда встаёт вопрос. Уже у леченных пациентов чекпоинт-ингибиторами, как нам преодолеть эту преграду? И здесь, например, продемонстрированы те исследования, которые идут в настоящее время при метастатической меланоме, комбинации анти-ПД1 препаратов, спигелированным энтерликином препарат, анти-ЛАДЖ-3, ТВЕК, всем известный. То есть комбинации с другими препаратами. И вот здесь я хочу остановиться на комбинации, которая была уже использована несколько лет назад, в 2018 году ещё. На ЭСМО об этой комбинации говорили неволумаб в комбинации с ингибитором ЛАДЖ-3 рецептором, то есть это белком, который связывает молекулы основного комплекса гистосовместимости. И этот препарат, ингибитор ЛАДЖ-3, РЛАТЛИМАП, он использовался в сочетании с неволумаб у пациентов с меланомой, которые резистентны к терапии. И вот тогда уже в 2017 году исследование показало, что эта комбинация достаточно эффективна, особенно в том случае, если уровень экспрессии рецепта ЛАДЖ-3 больше 1%. И интересно, что в этом году, НАСКО 2021 года, продолжено использование этого препарата только уже в первой линии, опять же, в сочетании с неволумабом, в сравнении только неволумаб в монотерапии. И первичная точка безрецидивной выживаемости, вторая точка, это общая выживаемость, была прослежена. И посмотрите, здесь можно тоже отметить, что сочетание вот такой комбинации анти-ЛАДЖ-3 препарата с неволумабом имеет преимущество в безрецидивной выживаемости и имеет по сравнению только с монотерапией. Поэтому, думаю, что эта комбинация будет достаточно перспективна в лечении пациентов меланомой. Но хочу сказать, что данная комбинация исследуется и при других локализациях, в частности, вот при такой локализации, как саркома мягких тканей. К сожалению, данное заболевание не отличается высокой чувствительностью ни к химиотерапии, ни к таргетной терапии. И поиски возможных режимов он продолжается. Будем надеяться, что, возможно, какие-то мы получим и обнадёживающие результаты. Опухоль инфектилирующей лимфоциты. Здесь, конечно, тоже достаточно большое поле деятельности. Это адаптивная терапия, терапия непростая, которая подразумевает и резекцию опухоли, и в последующем криоконсервацию, проведение криоконсервацию клеток, плюс ещё лимфодеплецию и введение томоринфильтрирующих клеток. И в этом году, опять же, на АСКО 2021 года продемонстрированы результаты применения опухоли, инфектилирующих лимфоцитов у пациентов, ранее предлеченных с метастатической меланомой. И хочу обратить внимание, что, опять же, предлеченные пациенты, которые получали достаточно много уже линий терапии, объективный ответ составил 36%. Причём, если посмотреть в сочетании и со стабилизацией процесса, то здесь, конечно, можно сказать, что преимущественно большинство пациентов имели ответы на лечение, что видно вот на этом графике. Причём, посмотрите, длительность ответа, она не достигнута в настоящее время. И хочу сказать, что, возвращаясь к этому исследованию, Ларкин выступал на АСКО 2021 и продемонстрировал интересное клиническое наблюдение лечения пациентов с метастатической меланомой, которому 44 года. Он получал очень много линий терапии, включая и клинические исследования, и участвовал в этом исследовании. У пациента сначала был частичный ответ на первом объективной оценке эффекта, а затем у пациента развился полный ответ на лечение, который сохраняется уже в течение трёх лет. Конечно, это перспективное достаточно направление, и я думаю, что мы будем получать всё новые и новые данные. Появились новые результаты о лечении пациентов с увиальной меланомой. Длительное время мы практически были в недоумении, как лечить пациентов, потому что чувствительность их к химиотерапии, к иммунотерапии, к таргетной терапии достаточно низка. Появился новый препарат Тибентофосп. Это новый препарат, который представляет уже другой класс иммуно-онкологических препаратов. Он состоит из Т-клеточного рецептора, который соединяется с анти-CD3 иммуноэффекторным доменом. И исследование, которое недавно буквально опубликовано, показало, что медиана общей выживаемости выше, чем у тех пациентов, которые получали другую терапию, в частности, иммунотерапию по выбору докторов. Как видите, разница составила 5 месяцев. Этот препарат получает ускоренную регистрацию FDA для лечения пациентов с увиальной меланомой. И надеемся, что мы получим регистрацию и в нашей стране. Ну, хочется надеяться, что с регистрацией Тибентофоспа открывается новая эра в лечении таких вот пациентов, как увиальная меланома, ранее определяемых в большинстве своём как инкурабельных. Абсолютно новое интересное направление – это применение иммуно-онкологических препаратов в неодевантных режимах, в одевантных схемах лечения. И обращусь к исследованию Прадо, которое было опубликовано ещё на АСКО 2020 года. Применение сочетанной иммунотерапии, пилимумаба с неволумабом и последующего хирургического лечения привело к выраженным ответам. Полный ответ у пациентов наблюдался, полный, причём, ответ, морфологический ответ у 50% пациентов. Конечно, это достаточно значимые результаты. И далее идут другие исследования. Вот АПАСИН такое исследование. В прошлом году это было малочислено достаточно, достаточно когорта пациентов. Сейчас количество пациентов уже больше, около 90 пациентов оценены. И вот это исследование, опять же, показало высокую эффективность сочетанной иммунотерапии в неодевантном режиме у пациентов с местно распространённой резиктабельной меланомой. Конечно, думаем, что эти исследования и будут продолжаться. И не только при меланоме, а как показывает время, но использование неодевантных режимов возможно и при других локализациях. Например, при немелкоклеточном раке лёгкого сочетанная терапия неволумаба с эпилюмабом приводит к тому, что патоморофологический ответ наблюдался у 24% пациентов против 2% пациентов, которые получали химиотерапию. Но не при всех локализациях, хочу сказать, что работает неодевантная иммунотерапия. Например, применение пембролизумаба при местно распространённом раке прямой кишки не показало своего преимущества по сравнению с принятым режимом химиотерапии фолфокс плюс капицитабид на фоне лучевой терапии. Как видите, данные не оказались статистически значимыми, и пока в настоящее время применение пембролизумаба при местно распространённом раке прямой кишки в неодевантном режиме не целесообразно. И поделюсь некоторым опытом. Мы в настоящее время проводим клиническое исследование по применению пролголемаба в неодевантном режиме у пациентов с распространённой резиктабельной меланомой. И вот на фоне лечения видели достаточно выраженный ответ. На фоне лечения осталось всего 5% опухолевых клеток, что говорит об эффективности препарата пролголемаба. И он доказывает свою эффективность и в неодевантном режиме. Азиумантная терапия и иммунотерапия немелкоклеточного рака лёгкого на сегодняшний день – это большая ветвь исследований. И, как видите, на сегодняшний день достаточно много исследований третьей фазы. Практически все зарегистрированные препараты исследуются в режиме азиумантной терапии при немелкоклеточном раке лёгкого. И в промежутках, в конце 2021 года мы уже некоторые будем результаты знать, и другие исследования уже в 2023-2024 году. Но, во всяком случае, это, конечно, перспективы. И остановлюсь на том исследовании, которое сейчас, скорее всего, не скорее всего, а получит, вероятнее всего, одобрение. Это применение атезолизумаба в качестве азиумантной терапии при операбельном немелкоклеточном раке лёгкого стадии 1b3a. Это ведение атезолизумаба подразумевалось после платиносодержащих режимов химиотерапии 4 цикла. Потом в дальнейшем пациенты в течение 12 месяцев получали атезолизумаб, а другая группа пациентов, наилучше поддерживающая терапию. И основная точка, конечно, была эта безрецидивная выживаемость. Что показало это исследование? Первое, что хочется сказать, что это исследование показало высокую эффективность в плане безрецидивной выживаемости у пациентов, которые имеют положительную экспрессию PD-L1. Положительная экспрессия считалась более 1%. Так вот, медианы безрецидивной выживаемости в группе пациентов, которые получали атезолизумаб, в настоящее время не достигнуты. И если говорить о пациентах, которые в общей популяции, здесь обращу ваше внимание, что группа достаточно была большая, это были пациенты и с ранними стадии, первые без стадии, то здесь, опять же, медиана безрецидивной выживаемости не была достигнута, но кривые несколько ближе подходят друг к другу, но, тем не менее, не пересекли границу значимости в промежуточном анализе. Если говорить об общей выживаемости, то на сегодняшний день эти результаты пока ещё рано о них судить, потому что и мало времени прошло, думаю, что мы получим вскоре эти результаты. Но то, что мы увидели результаты влияния применения атезолизумаба в адевантной терапии у немелкотлечного рака лёгкого пациентов с положительной экспрессией PD-L1, это, конечно, однозначно. Риск рецидива заболеваний снижается на 34%. Если говорить о непереносимости, о показателях безопасности, то это, конечно, не прямое сравнение, но можно сказать, что атезолизумаб не имеет какой-то определённый спектр нежелательных явлений, и нежелательные явления, которые привели к отмене препарата, наблюдались у 18% пациентов. И хочется сказать, что данная комбинация будет одобрена, определяется, что в этом году FDA. То, что касается нашей страны, надеемся, что данная комбинация будет одобрена и в Российской Федерации в следующем году. Конъюгированные антитела. Интересное тоже направление абсолютно. И мы уже знаем на сегодняшний день несколько препаратов, которые представляют собой конъюгат и препараты, которые действуют на иммунотерапию, и других комплексов, например, может быть, это и карте клетки, это, может быть, и цитотоксические препараты. И на сегодняшний день мы уже имеем и тростозумаб, дарукстекан, и эсоцитозумаб, энфортумаб. И вот энфортумаб, он был уже зарегистрирован в FDA пару лет назад. Интересный препарат. Он представляет в себе конъюгированное антитело против никтин-4, которое широко экспрессируется при уротелиарной карциномии. И связано оно ещё и с цитотоксическим препаратом, воздействующим на микротобулины опухлевых клеток. И вот, как видите, использование энфортумаба при уротелиарной карциномии показывает свою эффективность. И выживаемость пациентов, получающих данный препарат по сравнению с химиотерапией, она выше на 4 месяца почти, и риск смерти уменьшается на 30%. Тоже достаточно перспективное направление. Предиктивные прогностические маркёры. Конечно, это направление достаточно интересно, и мы понимаем, что, несмотря на улучшение клинических результатов, мы хотим видеть какие-то предикторы, как и ответа на лечение, так, возможно, и нежелательных явлений. И на сегодняшний день достаточно большой спектр изучается. Остановлюсь на некоторых, например, циркулирующей ДНК. В исследовании с применением отезолизумаба в демонтной терапии уротелиального рака было показано, что отсутствие циркулирующих ДНК, оно коррелирует с увеличением безрецидивной выживаемости и с общей выживаемостью. Если говорить о, например, риске рецидива колоректального рака, опять же, здесь негативные показатели циркулирующей ДНК коррелируют с длительным безрецидивным периодом, как и в процессе наблюдения, и в процессе мониторирования пациентов, так и после одевантной химиотерапии. Те же, например, исследования, о которых я говорила о ПАСИН, там тоже исследовались маркёры возможные, которые свидетельствовали бы о высокой чувствительности к терапии, например, опухолевая нагрузка, объём опухолевой нагрузки и сигнатура интерферона гамма. Какие, может быть, о перспективах ещё можно сказать? Буквально вот несколько минут. Конечно, это клеточные технологии. На сегодняшний день много исследований проходит, видите, вот на этом слайде. Они достаточно разнообразны. Это и картерапия, и вакцинотерапия. Конечно, интересное направление – это лимфоциты с химерными антигенами, с антигенным рецептором картертерапии. Уже на сегодняшний день третья генерация этих препаратов. И хочу обратить внимание, что уже эти исследования перешли из гематологических исследований на применение солидных опухолей. Опять же, это клинические исследования. Но, тем не менее, обращу внимание, те опухоли, которые не отвечали на лечение, плохо отвечают на лечение. Те же, например, сенавиальные саркомы, глеобластомы, опухоли желудочно-кишечного тракта. Отмечаются и полные ответы, и частичные ответы при применении картерапии. Но это пока клинические исследования. Проблема всегда перевести воздействие на микроокружение и перевести горячие опухоли, холодные опухоли в горячие опухоли. Каким образом можно? Конечно, спектр здесь может быть совершенно различен. Горячие опухоли – это наличие и опухоли инфетрирующих лимфоцитов, и экспрессия PD-L1, и геномная нестабильность. Холодные опухоли в противовес имеют противоположные характеристики. И пути трансформации могут быть различны. Мы сегодня вспоминали о пускопальном эффекте, лучевая терапия, и онкологические вирусы, и ингибиторы онкогенных киназ. Конечно, пути могут быть различны. Интересное, конечно, направление – это микробиота. И на сегодняшний день уже известно, что если сделать трансплантацию микробиоту от пациентов, которые получают хороший ответ на иммунотерапию, тем пациентам, которые резистентны, можно получить очень впечатляющие результаты, влияние на общую и безрецидивную уживаемость. Таким образом, можно сказать, что на сегодняшний день, конечно, произошла абсолютная революция, и иммунотерапия, которая направлена на Т-клетки, стала мощным инструментом в арсенале против рака. И дальнейшие исследования, конечно, они помогут нам расширить возможности лечения наших пациентов, и расширяются показания к уже одобренным методам лечения, появляется поиск новых лекарственных мишеней. И, конечно, наш успех – это взаимосвязь между фундаментальными научными исследованиями и клинической практикой. Спасибо большое за внимание.